МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег Яковлев официально вступил в должность его кандидатуру к губернатору региона. Личному составу ОМВД представил начальник департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант Владимир Кубышко. На встрече с главой региона Олег Яковлев поделился первым впечатлением о вверенной ему территории. Новый начальник полиции прибыл в Нейнмар накануне и уже успел познакомиться с некоторыми объектами. Много, как вы сами обозначили, очень много спортивных сооружений. Я вчера по городу раз-два проехался, показали мне, начальник гаи показал, вот это сооружение, вот это сооружение. Вот меня впечатляет то обстоятельство, что в городе большое количество спортивных сооружений, плавательный бассейн и такой небольшой город. Я думаю, тут обхват молодежи, населения, есть чем заняться. Вместе с тем, отметил глава региона, есть и много проблем. Перед управлением сегодня стоят серьезные задачи по усилению штата участковых, выявлению оборота контрафактного алкоголя, борьбе с экономическими преступлениями. Кроме этого, необходимо обеспечить правопорядок и безопасность в наступающем выборном цикле. Решение существующих проблем – приоритет в работе нового полицейского. Олег Яковлев родился 23 апреля 1969 года в селе Шакулова Чувашской республики. Службу в милиции начал следователем в Канышевском РУВД, затем был назначен заместителем начальника отдела, начальником следственного отделения ОВД Канышевского района. В июне 2003 года он стал начальником ОВД Канышевского района, в марте 2005 возглавил один из отделов Канышевского. ОВД Канышевского района ОВД Канышевского района ОВД Канышевского района Продолжение следует... ...находятся заброшенные нефтяные скважины, пробуренные в 30-е и 50-е годы. Именно оттуда, по мнению авторов, происходит изливание углеводородов. В акватории реки Ухта в связи с обнаружением нефти и нефтепродуктов в реке Яриги 13 апреля введён режим чрезвычайной ситуации. Информация об этом появилась на сайте администрации города Ухта на следующий день. Однако первыми о нефти в Ухте узнали жители посёлка Шудаяк 10-го числа. Они пробурили лунку во льду, и на поверхности появилась вязкая жидкость тёмного цвета. Нефтяные не то, чтобы пятна, а это весь перекрат, весь перекрат вокруг острова закрыт нефтью поверх льда. И то, что я достал снизу удочкой – это нефть. Это прям кусками нефти. И что там внизу сейчас творится в реке, никому не известно. Местные активисты говорят, загрязнённая нефтью вода уже дошла до села Усть-Ухта и попала из Ухты в реку Ижма. Загрязнённые воды обнаружены в Колве, в притоке Усы. Об этом в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Усинск сообщили члены самой крупной экологической организации в регионе – Комитет спасения Печоры. У нас на основании распоряжения выехала группа на место происшествия. Они сейчас разбираются там. В Усинском районе, в районе третьего моста через реку Кова, левый берег реки, выше дюкера по нефтепроводу произошёл якобы нефтеразлив. Какой объём нефтепродуктов попал в речную систему Республики Коми – неизвестно. По оценке руководителя энергетической программы «Гринпис России» Владимира Чупрова, речь могла идти примерно о 100 тоннах нефтепродуктов. О возможных последствиях аварии на экологию Печорского бассейна рассказал представитель Всемирного фонда дикой природы в Ненецком округе. Конечно же гибнет планктон. В целом влияет на всю экосистему речную подобные разливы. Далеко ходить не надо. У нас была Комжинская авария. Последствия были колоссальные. Популяция сеговых сократилась в разы. Каких-то видов становится больше, каких-то меньше. Могут появляться различные формы проявления различных заболеваний, в том числе генетических. По словам председателя Комитета обороны Ненецкого округа Сергея Боенко, ведомство информировано о ситуации в соседнем регионе. Комиссия ПЧС города Ухты сообщает о принятых мерах по устранению разливов. По мнению Сергея Боенко, если работы будут проведены до схода льда на Ижме, загрязнения Печорского бассейна будут незначительными. На сегодня важно то, что утечка, вот эта, которая была, она прекращена. То есть скважины, из которых была утечка, они загерметизированы. То есть на сегодня стоит вопрос собрать всё, что есть, и не допустить распространения. У них установлены на сегодня боновые заграждения на вот этом ручье. Об экологической аварии в Коме уже сообщили в Кремль. В интернете появилась информация, что рыбаки Печорского бассейна направили президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину жалобу с просьбой расследовать причины катастрофы и привлечь виновных. Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал Север. Зимники в Нинницком округе закрываются. Соответствующие постановления администрации вступают в силу в субботу 23 апреля. С этого дня на территории региона будет запрещено движение транспорта по всем зимникам. В отношении нарушителей данного запрета будут применяться штрафные санкции. Решение о закрытии зимних дорог на территории округа принято в связи с потеплением для сохранения целостности оленьих пастбищ. Согласно прогнозам, в ближайшее время в округе установится плюсовая температура. Также 23 апреля в Наринмаре и поселке Искатели будет введено временное ограничение движения транспортных средств, осевые массы которых превышают 3,5 тонны на каждую ось. Весеннее ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения продлится до 1 июня. Следующее сезонное ограничение предполагается ввести осенью, а не продлятся весь октябрь. Ограничения не коснутся автомобилей экстренных служб, дорожно-ремонтных предприятий, транспорта, обеспечивающего уборку улиц, перевозку пассажиров и продуктов. Голова ледохода находится на территории Республики Коми, ниже усть Щугара, это в 910 километрах выше Наринмара. Подвижки распространились до ость Воя, до ость Лыжи за крайнем. Ледоход проходит на низких уровнях, останавливается, набирает воды и двигается дальше. По сообщению гидрометеорологической станции Наринмара, в усть Щугаре густой ледоход. Рост воды за сутки составил 351 сантиметр. В усть Кожве за крайнем уровень воды стал выше на 36 сантиметров. Далее по печоре ледостав. На территории Ненецкого округа в Оксе на рост воды за сутки составил 3 сантиметра. В Наринмаре напротив отмечен спад воды на 16 сантиметров. На реках Азева, Сула и Колва рост воды составил от 3 до 7 сантиметров. Сроки прохождения ледохода в Наринмаре остаются прежними. 25 мая плюс-минус 7 дней. О торговле населения и о тех, кто ей занимается. Растут налоги, растут тарифы, а за ними и цены. Наша съемочная группа заглянула в магазин Каратайского потреб общества. В Ненецком округе внедряется проект «Социальная карта». На первом этапе в нее будет включено 3 услуги для льготных категорий граждан. Оплата проезда в автотранспорте, обеспечение молочной продукцией и детским питанием детей до 3 лет. Проект по внедрению в Ненецком округе социальных карт обойдется бюджету регионов 9 миллионов 700 тысяч. Об этом на заседании постоянной комиссии и собрания депутатов по социальной политике сообщил директор казенного учреждения Ненецкий информационно-аналитический центр Павел Окладников. В рамках реализации проекта будет создан региональный центр социального процессинга. Выпущено 10 тысяч карт и закуплено два дорогостоящих принтера для нанесения на карту фотографии и фамилии владельца. Карта будет персонализирована и содержать в себе чип. Уже начиная с сентября-октября в карту будут интегрированы три услуги. Оплата проезда в автобусах для льготников, обеспечение молочной продукцией детей до 3 лет и обеспечение детским питанием детей до 3 лет. То есть после выдачи электронного сертификата, электронной карты получателем услуг, они будут обращаться непосредственно к учреждениям, которые будут, или организациям, которые будут готовым предоставить данную услугу. После чего информация будет авторизовываться, как раз таки в правом стороне видно региональный центр социального процессинга, который в свою очередь будет аккумулирован и будет работать напрямую с базой данных, в которой будет храниться информация, такая как доступна ли эта услуга получателю ее, доступна ли она в каком объеме, в какие сроки и в какой период. По словам руководителя Павла Окладникова, проект «Социальная карта» предназначен для реализации эффективных механизмов предоставления и учета мер социальной поддержки, оказания адресной помощи тем гражданам, кто в ней наиболее остро нуждается. По мнению разработчиков, ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта в округе составит порядка 50 миллионов рублей. Самое главное – введение этого продукта или, как сказано, социального процессинга, ну вот такая для нас терминология, для кого-то, да, мы говорим о том, что прежде всего решается целевое адресное предоставление льгот, не менее важно это их учет всех этих льгот, ну и для кого-то это очень удобно, это терминализация, конечно же, обслуживание льготного населения. В дальнейшем область применения карты будет расширена, планируется включить дополнительные услуги. Среди них – учет прохода школьников, образовательную организацию, получение льготных лекарств, пользование социальным такси, адресная материальная помощь на коммунальные услуги, социальные сертификаты на продукты и средства реабилитации. По итогам заседания постоянной комиссии рекомендовано провести общественное обсуждение нового регионального проекта через окружные средства массовой информации. Хватает только на налоги, коммуналку и зарплату. В сложившихся экономических условиях совсем непросто стало жить предпринимателям, особенно тем, кто работает в отдаленных труднодоступных населенных пунктах округа, а таких в регионе немало. Торговать продуктами, к примеру, в Каратайке – дело, достойное называться подвигом. К тому же, подвигом весьма неприбыльным. По словам председателя поселкового потреб общества Татьяны Хатхе, одна из основных статей расходов местного магазина – электроэнергия. Тарифы растут, с ними растет и наценка на продукты. Работники торговли отмечают спад покупательского спроса. Другими словами, население стало меньше есть. Как выживает каратайское потреб общество в материале выпуска. Каратайское потребительское общество снабжает продуктами и товарами первой необходимости населения всего Ишарского сельсовета, поселок Каратайку и оленеводческий поселок Варных на острове Вайгач. Работают по давно отлаженной системе, закупают где дешевле – в Чебоксарах, Кирове, Москве, Ишкороле, Казани. Железной дорогой товары идут до Воркуты, там перегружают на вездеходы. Гусеничный транспорт идет до Каратайки от двух до семи суток. Сложность доставки обуславливается специфическими особенностями территории – болотами, бугристой местностью. Пока работают зимники, стараются завести в поселок товары первой необходимости. Зимой приходят где-то раза два-три, по два-три вездехода. Вот сегодня мы еще ждем три вездехода, вчера вечером пришли два, еще три должно прийти. И еще два будет в конце апреля, и все. И уже весенний летний период начнется. Вот на это время нам надо, чтобы все было и мука, и сахар. В самой Каратайке под управлением потреб общества работают пекарни, кафе и магазин. Чистый, светлый, уютный и по сельским меркам богатый различными товарами, торговый объект кормит весь поселок. Цены, конечно, выше, чем в Наринмаре, но по объективным причинам. Жить в последнее время становится все дороже. Растут налоги, растут тарифы. Отсюда еще большая наценка на товар. В нынешнее время терпим, тянем. Раньше работали хорошо, всегда были деньги, прощие товары, а сейчас закупать тяжелее, потому что денег нет. Ну, как-то выкручиваемся. Где на гарантийных письмах, где как. Сегодня округ частично возмещает потреб обществом затраты по доставке в село продовольственных товаров. В 2016 году на эти цели запланировано более 32 миллионов рублей, а размер субсидий – 80% от затрат по доставке. Перечень продуктов состоит в этом году из 19 позиций. Это мясопродукты, масло, макаронные изделия, чай, сахар, молоко, сыр, овощи и фрукты. Из списка ушли колбаса и сухари. Кроме того, потреб обществом субсидируют часть затрат при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Такая поддержка предприятий, потребка операций, позволяет сдерживать цены на продукты первой необходимости для жителей села. Особенно в отдалённых населённых пунктах, где транспортные расходы очень велики. Но, несмотря на такую весомую поддержку государства, проблемы всё же остаются. Добавляют их растущие тарифы. Кроме света, вот у меня лично никаких проблем, как у руководителя. Если бы было решено со светом, вот если колхоз платит 8 рублей, почему мы не должны столько же платить? Многие колхозы уже давно ничего не производят, а занимаются только торговлей. Значит, надо их ставить в такие же рамки, как мы. Или нас, как их в те рамки. ИП они могут продавать с дома. Их никто не контролирует. Они платят, как за дом, там, 2 или сколько-то, 3 рубля за свет. А мы платим 34,15. И округ мог бы пойти на снижение этой цены. Людям бы жилось легче. В ближайшее время тарифы на электроэнергию вырастут. Все тут Татьяна Хатхи. Стоимость увеличится до 38 рублей. Чтобы как-то выжить, наценку на определенную группу товаров доводят до 100%. Несмотря на все сложности, каратайский магазин радует глаз. На полках нет свободного места вдоволь как продовольственных, так и промышленных товаров. Перебои, конечно, немножко бывают. Но у нас люди терпеливые. Естественно, понимают. Потому как, если возить, допустим, вертолетами, то это будет очень дорого. Вездеходами по тундре, дорога, пурги, погода какая. Вот это все везется. Естественно, задержкой бывает. Пользуются в каратайском магазине и благами цивилизации, платежным терминалом. И нам удобно, и приятно все. Но беда в том, что очень плохая связь. Это значит, создаются очереди. Люди стоят, ждут. Мы как бы стараемся выйти из положения, достаем. У нас есть книжечка заветная, куда мы записываем, допустим, до появления связи. Люди приходят на следующий день и оплачивают. Каратайское потреб общества – яркий пример того, что торговля на селе – социальный бизнес. Доходы и прибыль уходят на второй план, а на первом остается качество жизни населения. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды.